изучение второй пирамиды на плато гиза египте снаружи и внутри Привет, с вами Брайан Форстер и это Великая пирамида, внутреннюю часть которой мы арендовали для посещения на 2 часа во время нашего тура в апреле 2019 года. Именно это и делает наши туры особенными. Также мы арендовали для просмотра и территорию второй пирамиды, также на 2 часа. Итак, в 4 часа плато гиза закрывается и все посетители, которые там находились, выезжают. Остается только охрана. 5 часов перед нами открылась дверь во вторую пирамиду и нам разрешили начать осмотр, как я уже сказал, исключительно нашей группе в течение двух часов. Поскольку территория плато гиза была предоставлена исключительно для нас, это охранники на верблюдах, мы смогли исследовать внешнюю часть, по крайней мере я это сделал для того, чтобы посмотреть на облицовочный камень, а также мы осмотрели внутреннюю конструкцию второй пирамиды. И это здорово, что вокруг не было огромных толп людей. Наша группа состояла примерно из 70 человек, и все плато гиза было в нашем распоряжении. Здесь, на второй пирамиде, вы видите гранитный облицовочный камень, который отличается от камней Великой пирамиды, потому что Великая пирамида была полностью облицована турским известняком. И есть некоторые несоответствия и вещи, которые мне удалось обнаружить, благодаря тому, что плато гиза было в нашем распоряжении на несколько часов. Итак, здесь вы можете снова увидеть некоторые участки облицовочного камня. И вот наша счастливая группа входит внутрь второй пирамиды. Внутреннее расположение, с точки зрения коридоров и так далее, второй пирамиды, полностью отличается от Великой пирамиды. То же самое можно сказать и о третьей пирамиде. Посмотрите на эти радостные лица. Поэтому, в то время, как они были внутри, я осматривал внешний вид пирамиды. Здесь вы можете увидеть два куска гранитного облицовочного камня, которые все еще находятся на своих местах. Странные узоры эрозии. Но посмотрите, как плотно прилегал облицовочный камень изначально. Были предприняты попытки удалить весь облицовочный камень. Но, к счастью, в данном случае эти два камня все еще плотно прилегают друг к другу. А здесь вы можете увидеть попытку разбить облицовочный камень на более мелкие фрагменты. Снова видим Великую пирамиду. А теперь я собираюсь повернуть налево и осмотреть стену, потому что территорию вокруг второй пирамиды должны были выровнять перед ее строительством. Именно здесь вы можете увидеть, что очень большие блоки известняка были удалены, вероятно, для строительства второй пирамиды. Теперь мы подойдем еще ближе и увидим следы механической обработки. В основном под углом 45 градусов, как вы можете видеть. Похоже на параллельные высечки. Очень похоже на те, что мы видели в Бальбеке, в Ливане, а также в Петре, в Ордании. Маловероятно, что это следы ручного инструмента, потому что для этого потребуется много долот. А здесь они практически параллельны, так что похоже, что в работе была использована серия резцов. Это крупный план. Здесь не такое высокое качество выполненных работ, как мы видели, например, в Петре, в Ордании. Но все равно это достаточно большая работа. Еще более крупный план. Снова параллельные высечки. Похоже на заостренные твердые металлические предметы. Итак, возвращаемся к основанию второй пирамиды. Вы можете видеть разные уровни и куски облицовочного камня, лежащие на месте. Это ракурс, чтобы показать вам невероятный масштаб второй пирамиды. Теперь мы с вами прогуливаемся по второму уровню. И вы можете видеть, что облицовочный камень на самом деле не так плотно вписывается в то, что, как мы предполагаем, является оригинальной конструкцией. И это странно. И вот мы внутри. Это нисходящий проход. Один из наших гостей собирается пройти мимо меня. А это взгляд сверху вниз. И теперь мы попадаем в длинный горизонтальный коридор. Сейчас поднимаемся по пандусу на следующий уровень. Во второй пирамиде вы можете спокойно ходить во весь рост, не нагибая головы, что отличает ее от Великой пирамиды. В большой галерее Великой пирамиды вы можете также ходить полностью вертикально, потому что высота потолков там до 20 футов. В случае со второй пирамидой высота в человеческий рост. Сейчас мне придется наклониться, чтобы выбраться обратно. Сейчас я смотрю налево, на пандус, спускающийся на другой уровень внутри второй пирамиды, о котором вы, возможно, даже не знали. Двигаюсь дальше и возвращаюсь наверх. Вхожу в проем, осматриваю большой гранитный блок, вот здесь, сбоку. И снова продолжаю движение к выходу. Так что, если вы хотите присоединиться к нам, то мы вернемся сюда в марте 2020 года. Я честно думаю, что это один из лучших туров по Египту, предлагаемых кем-либо. И не потому, что я участвую в нем, а потому, что это очень качественный тур по своему содержанию. Множество эксклюзивных мест, которые мы можем посетить, а также обязательные для посещения, такие как плато Гиза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!